Всем привет, дорогие господа! С вами ваш любимый блогер Александр Чиж. И я как раз сейчас решил с вами поностальгировать. Именно. Решу провести такую ностальгическую тему. В этом плане. Именно. Посетим 2000-е годы. Именно поностальгируем вместе о тех славных временах нашего детства. Если, конечно, кто-нибудь мои ровесники, конечно. Поностальгируем об этих сладких временах. Ну что. Включаем машину времени. Именно мы сейчас включаем машину времени. И запускаем эпоху именно нулевые годы. Запускаем. И мы сейчас спокойно перемещаемся в 2000-е годы. Погнали! И мы сейчас уже оказались в 2000-х годах именно моего детства. Ну или вашего детства именно. Те, кто именно родил... Те, кто именно прожил в этот период. Вот. И мы сейчас поговорим о тех вещах, которые именно были в ту эпоху. Когда интернет только-только развивался в этом плане. Когда еще только-только создавались программы, сайты и все прочее. Вот. И тогда в это время именно были еще и кнопочные телефоны были именно с камерами. Именно и не то, что с камерами, даже были без камеры черно-белые. Вот. И мы сейчас именно поговорим о той эпохе. Мы это возьмем именно с телефонов именно. Телефоны в ту эпоху. Сейчас, например, в наше время, когда именно сейчас айфон уже не айфон, именно смартфон не смартфон, именно... Сейчас как бы вот в этом плане в техническом прогрессе изменилось. А тогда, в ту эпоху, в 2000-х годах, тогда верхом роскоши считалось купить именно кнопочный телефон именно с камерой и с играми. Именно. Это так... с Java-играми. Это тогда бы считалось верхом роскоши именно. И с икпортом. Что интересно. И это тогда считалось верхом роскоши. Еще помню, когда именно я, когда имел первый телефон Siemens, когда был у меня, я помню, тогда тоже там любил позалипать в игры, там, пофотографировать, там, и так далее. И там икпорт был именно. Еще помню тогда именно родители, типа, там говорили и даже иногда ругали, такой, не играй в игру в телефоне, потому что ты его можешь сломать и так далее. Именно почему? Почему? Потому что в эпоху это было действительно очень даже роскошно в этом плане. Вот. И в этом плане действительно это был шик именно. И были еще, ну, именно тогда в то время были еще и телефоны без камерами именно. Были черно-белые телефоны. Или цветные, но без камеры в этом плане были просто. Вот. И тогда это тоже, это были тогда считались обычными телефонами. Именно тогда тоже мобильная связь уже тогда развивалась в этом плане активно. И тогда именно вот эти вот телефоны, как черно-белые, там, или просто телефоны без камеры, именно были нормой. А именно цветной телефон с камерой и с игпортом и с играми, это считалось вверх роскоши в свое время. Как вот сейчас айфоны. Вот. Потом мы еще в эту эпоху мы знаем, что интернет тогда еще только-только развивался в этом плане. Тогда еще в 2000-х именно мало было популярно. Или еще только-только создавался YouTube, еще только-только еще были вот эти вот именно первые сайты, именно там поскачивают из-за него музыки, как Zaycev.net и так далее. Хотя он сейчас по сей день действует. Еще тогда были в той эпохе, еще когда интернет только-только развивался еще в этом плане. Он тогда был мало популярен как таковой. Вот. И еще только набирал обороты. И тогда вот мы видим, что именно, чтобы послушать там музыку, например, именно как бы из-за интернет, и тогда, чтобы послушать музыку, тогда записывались на болванках, записывались именно. Было приложение такие, как Nero, были приложения, именно как VNAMP, который нам приходил на помощь. Вот сейчас говорят Google в помощь, а тогда VNAMP приходил в помощь, чтобы послушать какую-нибудь годную музыку. Вот. Именно еще тогда именно на телефон тоже именно, тоже именно добывалась музыка на телефоне, именно с путем mp3, там именно скачивания. Или, например, именно что-нибудь отправил на смс, и в результате ты получаешь какую-нибудь музыку. И тогда было в той эпохе популярно было. Вот. Ну и потом, естественно, когда ты это скачал в результате, ты в результате именно... А когда друг тебя просил именно, такой, а передай мне, пожалуйста, по экпорту именно что-нибудь там, музыку там или картинки. И все, естественно, раньше так и было. И тогда через экспорт они там передавали, и там по экпорту передавали именно... Обменивались мылом, обменивались, обменивались именно музыкой, именно картинками и всем прочим. И тогда это было действительно чем-то нечто новым в этом плане, в ту эпоху было. Вот. Еще тогда, именно в ту эпоху, еще, например, были популярны такая игра, как фишки. Вот. Именно. Каждый именно... Причем игра фишки, это такая примитивная игра. Берешь сколько ты фишек и бьешь их. Их бьешь там, до тех пока не исчезнут. Это была такая... Хоть правило игры было примитивное, но и то именно тогда в свое время она имела огромный смысл именно. И мы в детстве все любили играть в фишки именно. Мы там даже собирали эти фишки там с покемонами, там с Ашреком, и с Мадакаскаром, и Танчиками, и прочими там именно шедеврами мультиков. Именно мы собирали вот именно в ту эпоху. Вот. Тогда еще мы смотрели фильмы по дискам смотрели. Именно тогда именно были вот эти вот видео, диско-видеомагнитофоны были, когда мы смотрели именно фильмы, смотрели именно в ту эпоху. Вот. И мы еще тогда... Было вот еще интересное, что мы в ту эпоху еще, например, много чего вот интересно делали. Именно тогда появлялась такая именно субкультура, как эмо появлялась именно. Ну, я, конечно, отношусь как-то так себе к эмо в этом плане. Как-то все равно в этом плане. Но и то, я скажу, все-таки тоже в ту эпоху она была актуальна. Нечто наших сейчас вот Винни Шегтяна именно тогда. Вот именно много чего именно было популярно в этом плане. Тогда вот еще у компьютеров именно было... У людей мало тогда в свое время компьютеров было. Вот. И тогда многие ходили именно в игровые залы. Именно. Некоторые в библиотеках играли. Именно там в Counter-Strike играли и прочие тогда были игры. Вот. Тогда в ту эпоху. Вот. И действительно, именно это была тогдашняя эпоха. Именно тогда именно популярно было именно... Тогда именно были популярны фильмы, как Гарри Поттер были популярны. Именно книги, фильмы именно были... Создавались игры. Тогда создавались именно... Много фильмов было снято вот именно фэнтезийно, как вот Хроники Нарни и прочие. И там, например, именно были популярны такие аниме, как вот Наруто, там, например, были популярны Покемоны и прочие были популярны, Дед Райт Смерти, и вот, были тогда все вот популярны в ту эпоху. Вот, и в ту эпоху еще вот, например, тоже именно в 2009 году вышел такой фильм, как Аватар вышел в ту эпоху именно. И тогда это было вообще именно тогда, именно, был прорывом. Тогда именно этот фильм такой с крутыми спецэффектами именно фильм Аватар вышел, вот, со смыслом именно, что это по сути было, вот, по сравнению с теми, было тогда именно как гром среди ясного неба, среди ясного неба. Вот, и это было очень вот такое сказочное время моего детства, вот, именно тогда много чего именно происходило в этом плане, вот, интересно. Еще тогда был приколен такой вот именно, такие бумаженцы были, как вот банк приколов был, ой, это вообще было тогда прикольно в свое время. Или билеты конкретного банка, и там именно тоже вот именно, который похож на рубли, там, на евро тоже похож, билеты конкретного банка, это было тогда тоже, как, они служили как затратками для книг, там, для учебников именно. Я помню, тогда их тоже любил копить, это вообще было самое замечательное время было в той эпохе, и это было, считай, эпоха моего детства. И тогда еще в это время именно были популярны такие консоли, как второй PlayStation, и тогда в 2006 году еще создавалось именно PlayStation 3, создавался как таковой. Вот, что, по сути говоря, что это, представьте, благодаря этому игровой консоль революционировалась, вот. Так что вот действительно много чего интересного, тогда вот именно развивалась и рэп-движуха развивалась, тогда мы слушали такую музыку, как именно Черный Бумер, там, сердечку слушали и прочее, там, глюкозу, именно тогда слушали. Потому что тогда в свое время было очень даже популярно, вот, Безумного Лягушонка и прочее вот тогда. Тогда та эпоха, это действительно была эпоха, именно в моем детстве была эпоха романтичная, эпоха красивая действительно была. Поэтому я, естественно, это все вспоминаю в этом плане, всю эту сладкую эпоху в этом плане, вот. И каждый ностальгирует действительно об этой эпохе, вот. Ну и, естественно, моим ровесникам это понятно в этом плане, потому что жили в эту эпоху. А вот именно детям, которые именно родились именно в последние нулевые годы, именно, когда перед десятыми годами, им, естественно, такого именно сладкого времени не понять в этом плане. Вот. Им, конечно, не понять. Ну, кроме как моих ровесников, впрочем, вот. Ну, а в целом был с вами ваш любимый блогер Александр Чиш. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, делись этим видео, нажимай колокольчик. Всем вам пока, удачи!